Это Русский Космос. Здравствуйте. В июле мир потрясла сенсационная новость. Ученые, работающие на Большом Адронном Коллайдере, заявили, что найдена новая субатомная частица, которая соответствует параметрам бозона Хиггса. Предположительно, это и есть та самая невидимка, которую пытались поймать 45 лет. Тот самый недостающий кирпичик в нашем понимании строения Вселенной. Это божественная частица, начало-начало. Она придает массу другим частицам и не дает электронам в атоме разлетаться. Но это открытие теоретики-скептики сразу же подвергли сомнению. Они полагают, что найден совсем не бозон, а нечто другое, неведомое, неизвестное и требуют более существенных доказательств. Их ищут и обещают найти. Но пока вопрос, куда заведет нас коллайдер, остается открытым. Пойдем ли мы привычным путем стандартной модели или двинемся по хрупкому мостику к новой физике? Своим мнением с нами готов поделиться Дмитрий Горбунов, кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник отдела теоретической физики Института ядерных исследований Иран, лауреат премии президента России за 2010 год в области физики частиц и фундаментальных проблем эволюции Вселенной. Дмитрий Сергеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Для вас тоже все не так однозначно. Какие еще нужны доказательства, чтобы убедить всех, что найден именно бозон Хиггс, а не что другое? Бозон Хиггса в стандартной модели обладает определенными свойствами. И та частица, которая найдена, а в том, что найдена частица, значит, не сомневаются люди. Но свойства ее должны быть исследованы, и они должны совпадать с теми свойствами, которые ожидают от бозона Хиггса. Представим себе, что вы сидите и почувствовали какой-то укус, думаете, это, наверное, комар. Прислушались, слышите звук. Дальше на звук пытаетесь сделать хлопок, и вот в какой-то момент хлопнули и увидели маленькое красное пятнышко. Ну вот тогда комар. Вот эти три у вас действия, которые были сделаны, вы почувствовали, у вас ощущение было укуса, вы услышали звук, это другой способ. И вот вы шлепнули, увидели маленькое красное пятнышко вашей собственной крови. Эти свойства нужно проверить. Все три должны совпасть ровно в таких пропорциях, которые ожидает. И вот эти все свойства должны будут проверяться на Большом Адронном коллайдере. Коллайдер работает дальше. Некоторые из свойств сейчас проверены. И, собственно, почему было такое заявление сделано, что они близки к тем свойствам, которые ожидаются от частицы бозона стандартной модели. Но это далеко еще не все свойства. И, конечно, дальнейшие исследования, безусловно, нужны и будут проводиться. Они сейчас проводятся. Открытие, о котором уже говорят, как об одном из важнейших в истории человечества, состоялось 4 июля в Европейском центре ядерных исследований. Неуловимый бозон Хиггса найден. Бозон, который часто называют частицей Бога, искали почти 50 лет. В швейцарских горах был построен самый амбициозный проект современной международной науки. Большой Адронный коллайдер. Он такой большой, что соорудить его смогли только на территории нескольких стран вместе взятых. Он частью лежит в Швейцарии, частью во Франции. Огромный прибор под землей. Он сможет разгонять частицы и ударять их друг об друга, там протоны, нейтроны, другие частицы, с такими энергиями, которые были похожи на момент Большого взрыва. Глубоко под землей, в 27-километровом туннеле, на громадной скорости сталкиваются частицы. Одним из осколков такого столкновения и оказался бозон. Частицы бога бозон назвали потому, что без него невозможно объяснить, как устроена наша Вселенная. Весь космос наполнен неким полем, которое при пересечении его частицами сообщает им их массу. Так гласит теория британского ученого Питера Хиггса, впервые сформулированная в 1964 году. Сегодня 83-летний Питер Хиггс – главный кандидат на Нобелевскую премию. И тем не менее, ученые осторожны в своих выводах. Если найденная частица окажется не бозоном, развалятся все современные представления о материи. Существование бозона ставит точку в описании стандартной модели Вселенной. Однако не дает ответа на главные вопросы. Так сама стандартная модель не учитывает гравитацию, темную энергию и темную материю, которые составляют по нынешним представлениям большую часть Вселенной. Так что большой адронный коллайдер без работы точно не останется. Расскажите тогда, как вообще нашли бозон Хиггса и почему его сложно найти? Его не видно? Не видно. В точности как про Камарика, про которого я рассказал. Вот все взаимодействия, с которыми мы чаще всего встречаемся в обычной нашей с вами жизни, это в основном электромагнитные взаимодействия. А Хиггсовский бозон – нейтральная частица, незаряженная. Поэтому вот так, как мы, например, можем увидеть электрон в опытах, которые в школьной физике проходили, мы такую частицу увидеть не можем. Она очень короткоживущая, поэтому мы не можем из нее сделать много вещества и смотреть, как распадаются, например, ядерные распады, которые мы все тоже, опять-таки, из физики знаем. Поэтому смотрится эта частица только по продуктам распада. Вот она распадается в другие элементарные частицы, и вот эти уже элементарные частицы исследуются. Предположим, эта частица распалась в два фотона. Томода, в которой, собственно, лучше всего она сейчас видна, эта частица. Два фотона регистрируются и смотрятся, измеряется их импульс и энергия. По закону сохранения импульса, закону сохранения энергии, они должны сложиться в ту самую частицу, с которой они пришли. Если они сложились, то вы можете говорить, что эти два фотона пришли вот от этого распада, и так она проявляется, эта частица. А факт рождения самого, вот самого по себе, что она там появилась, без её распада, никак невозможно ни доказать, ни посмотреть, ни увидеть. Но если бозон Хиггса невозможно увидеть, давайте просто попытаемся его представить. В чём его суть, как он работает? Бозон Хиггса – это частица, частица, которая отвечает Хиггсовскому полю. А вот Хиггсовское поле выполняет очень важную роль в стандартной модели. Хиггсовское поле, по предположению, отдаёт массы всем частицам, которые нас с вами окружают, элементарными частицами. Например, электрону. Электрон благодаря Хиггсовскому полю – массивные частицы. А всем остальным частицам – мионом, тау-лептоном, кварком, векторным бозоном, W-Z-бозоном, которые отвечают за слабое взаимодействие – Хиггсовское поле также даёт массу. Поэтому вот одно из его фундаментальных свойств. Кроме того, тот факт, что это поле не нулевое, а какое-то значимое, у него есть некая величина этого поля, обеспечил спонтанное нарушение симметрии так называемой. При высоких энергиях есть некая объединённая симметрия слабых и электромагнитных взаимодействий. А при низких энергиях у нас такой симметрии нет. У нас есть безмассовая частица фотона, электромагнитное излучение, которое мы все с вами знаем. Есть ещё векторные бозоны, которые отвечают за слабые процессы, слабые распады, бета-распад. Это W-Z-бозоны, так называемые, тоже найденные много-много лет назад в том же самом месте, где сейчас Хиггсовский бозон найден. Тогда там работал другой коллайдер, электрон-позитронный. За тот факт, что они массивные, отвечает как раз Хиггсовское поле. Это безусловный успех человечества. Человечество сделало шаг по направлению к пониманию физики микромира. Очень важный шаг. Это успех многих учёных из многих стран, и теоретиков, и экспериментаторов. И в этом смысле это вообще человеческая деятельность, которая дала вот такой результат. Это знание, принадлежащее всему, всему нашему человечеству. Если бозон, как вы объяснили, наделён массой, и это частица, которая наделяет массой другие частицы посредством поля Хиггса, вот если это поле Хиггса, допустим, убрать, получится, что мы сможем в дальнейшем как-то управлять массой, да? На самом деле масса электрона, да, то есть если мы научимся управлять, но это поле, это не частицы. Это более сложная понятия, как конденсат. Вот есть рябь, да, а есть вода. Ветер перестал дуть, рябь пропала, но вода в океане ещё осталась. Поэтому убрать воду из океана значительно сложнее, чем просто убрать рябь. А какой ещё практический смысл несёт вот это открытие бозона Хиггса? Вот жили мы без него, да, как бы и жили. Это ведь не колесо изобрели, не в космос даже полетели. А в принципе это открытие ведь сравнивают с открытием Америки, Кристофором Колумбом? Открытие Америки – это открытие некой новой географической точки здесь вот у нас на Земле. Если начать фантазировать, что мы можем полететь далеко в космос, и там много таких планетных систем, и в каждой планетной системе человек идёт, открывает новый ручеёк, новую гору. Вот это вот открытие, типа то, о чём вы говорите, географическое открытие. В данном случае это фундаментальное знание о том, как устроена наша природа на самом, ну вот сейчас доступном нам, на самом мелком уровне, на самых расстояниях, для исследования которых, собственно, был создан этот большой адронный коллайдер. Это знание фундаментальное, оно работает в любой точке мыслица, да, значит, опять-таки это гипотеза, мы не проводили все эти замечательные опыты, которые мы проводили на Земле, мы не проводили их, например, на Луне, так, но пока нет никаких оснований ожидать, что там не работает точно та же физика, которая работает у нас здесь. И в этом смысле это такое фундаментальное знание о природе в любой части нашей Вселенной. Если бы не было Колумба, да, то открыл кто-нибудь другую Америку, и в данном случае, если бы вот сейчас большой адронный коллайдер, ну вот так не сложился, он не заработал бы сейчас. Были, например, проекты в Советском Союзе, постройки коллайдеров в Протвино, и он был на те же энергии, которые сейчас позволили родить Хиггсовский бозон. Были проекты в Америке, и этот коллайдер, это открытие могло случиться несколько раньше. Если бы, например, не было Земли, Америки бы не было, да, а вот Хиггсовский бозон, он бы так и был. Это более фундаментальный уровень природы по сравнению с конкретными проявлениями, в данном случае, планеты Земля. Ну, судя по вашим словам, открытие бозона Хиггса – это очевидно, да? Всё-таки почему же тогда учёные в ЦЕРНе делают какие-то сомнительные такие утверждения? Почему они прямо не говорят, да, мы поймали бозон Хиггса? Открытие новой частицы, нового резонанса по продуктам распада этой частицы, оно очевидно. И это было как раз заявлено двумя независимыми экспериментами, которые работают на Большом Адерном коллайдере. Но дело в том, что в стандартной модели много физических частиц, как она есть сейчас, много всяких проблем и феноменологических, и экспериментальных, для решения которых, в частности, предлагается, например, более сложный вот этот самый Хиггсовский сектор. Так, чтобы там, например, была не одна частица, а несколько. И если эта модификация не очень существенная, то есть в основном-то там как бы одна частица играет роль, но есть ещё другие, то вот сначала вы эту в основном увидите первую частицу, и она будет похожа по своим свойствам на то, что вы ожидаете в обычной ситуации, в ситуации стандартной модели, где одна частица. А остальные немножко появятся потом. Они играют недоминирующую роль, но тем не менее тоже там есть. И когда, значит, если посмотреть повнимательнее вот этот сектор, повнимательнее поискать возможные другие резонансы, то, может быть, обнаружится, что это Хиггсовский бозон, вовсе даже не Хиггсовский бозон стандартной модели, а нечто более сложное, может быть, он открывает некий новый мир. То есть это всё-таки не исключено? Это не исключено, это не исключено, и ради этого будут проводиться дальнейшие исследования свойств вот этой частицы, которая найдена, чтобы убедиться, что они близки к свойствам действительно стандартной модели, или они несколько другие. Найден не бозон Хиггса, а что-то другое. Вот что это может быть? Ну, это может быть, например, более сложный Хиггсовский сектор, более сложная картина, когда это не единственная частица, несколько будет, если это более сложный Хиггсовский сектор, например, ожидается появление бозонов, но электрически заряженных. Ожидается появление таких бозонов, но более тяжёлых, по сравнению с тем, что вот сейчас обнаружено. Но константы их взаимодействия другие. В данном случае поиск будет вести, если поиск частицы вот Хиггсовского бозона стандартной модели, он вёлся следующим образом. Не знали только его массу, но для каждой массы темп его рождения в столкновении протон-протона, вероятность его распада, например, на два фотона или на Дан-2-дулевый бозон, она была абсолютно известна. То есть нужно только проверять, что он распадается в два раза чаще в эти частицы, чем вот в эти частицы. В ситуации, когда Хиггсовский сектор более сложный, там появляется больше параметров. Тут уже будет поиск такой, немножко слепой, как говорят. У вас неизвестна масса частиц, вообще говоря, неизвестна константа взаимодействия. Но такие поиски проводятся на Большом Адронном коллайдере. Для того, чтобы более внимательно исследовать вот эту возможность, что это более сложный Хиггсовский сектор, требуется набрать больше статистики, больше событий, больше столкновений протон-протонных и проанализировать эти данные. И такие, конечно, поиски будут вестись. Какой вклад вынесли русские ученые в поиск бозона Хиггса? Сейчас Хиггсовскую частицу видно по нескольким каналам распада. Лучше всего ее видно по распаду в два фотона. Собственно, я об этом говорил. И на одном из детекторов, на детекторе CMS, стоит электромагнитный колориметр, который сделан из кристаллов, как раз выращенных в России. Они позволяют с высокой точностью определить параметры фотонов, которые вылетают из точки столкновения. И хорошие характеристики этого детектора как раз позволили вот так продвинуться. Этот канал оказался самым удачным для обнаружения, ну, фактически, вот, как говорят, Нобелевский канал. Но ведь целью постройки самого коллайдера – это было найти именно тот самый бозон Хиггса, да? Это была главная цель. Главная цель. То есть, получается, коллайдер себя оправдал, да? Ну, еще раз, это только начало. Вот сейчас, как ведь было аккуратно заявлено, найден резонанс, найдена новая частица. Насколько действительно частица стандартной модели, требуется еще некоторое время, безусловно. До конца года будет набрана примерно такая же статистика, как вот к сегодняшнему моменту набрана. Это позволит, мы надеемся, как-то прояснить эту ситуацию, есть ли это действительно Хиггсовская частица или насколько она похожа на Хиггсовскую частицу. Но помимо этого, у Большого Дронового коллайдера есть много других задач, которые, на самом деле, некоторые из них решаются в параллель. Например, Хиггсовский бозон найден в столкновениях протона и протона. А в конце года, как в прошлые годы работал коллайдер, в конце года коллайдер выключают и дают возможность сталкивать тяжелые ионы, свинец, свинцом. И там исследуются свойства кваргуленной плазмы. Есть эксперимент, который посвящен исследованию свойств так называемых бомезонов. И свойства этих частиц исследуются на специальном эксперименте, который там стоит и работает. И на других установках в мире пока нет возможности исследовать свойства этих частиц. И они там исследуются. Там находятся новые составные объекты, исследуются их свойства, определяются особенности сильных взаимодействий. Да, но с коллайдером понятно. А что касается фундаментальной науки, открытия бозона Хиггса, как подстегнет ее? В какую сторону будет двигаться наука? Так скажем, открытие бозона Хиггса – это вещь ожидаемая в рамках стандартной модели. Но при этих же энергиях, в принципе, имеются довольно важные основания ожидать новые частицы на Большом Адронном коллайдере, напрямую не связанные с бозоном Хиггса. И вот эти поиски пока не привели ни к каким результатам интересным. Они будут продолжаться. И вот такой результат работы коллайдера с точки зрения исследования самых маленьких расстояний, с точки зрения рождения новых частиц, о которых мы до этого коллайдера не знали. Вот здесь, конечно, отсутствие положительного результата какого-то, оно во многом заставит пересмотреть представление о построении физики, о том принципе, который заложен в основу, и на основе которого все это строится, как бы мыслило себе строится. Мы же пытаемся угадать, как устроена природа, и что положено в ее основу, по каким принципам вот так она построена. Вот как квантовая механика появилась. Сейчас это некие, значит, пустулаты, которые пришлось ввести, когда люди столкнулись с результатами неких экспериментов. Вот в данном случае было много оснований ожидать появления новых частиц. Вот эти основания, возможно, придется пересмотреть, если эти частицы не будут найдены. Да, ну вот вы говорите, ожидаемые события, да, ученые это ожидали. Вы видели трансляцию эсцерна, презентации вот той самой, этого Бозона и Хиггса? Ведь там же присутствовал сам Хиггс, да? И он даже плакал, у него слезы просто наворачивались на глаза. Работа его была написана в 60-х годах. Вот сколько лет пришлось ждать, чтобы проверить, а в данном случае кажется, что проверка успешная, так? И таких случаев не так много, прямо скажем. Вообще это чудо, когда при твоей жизни, да, твою теорию подтверждают на практике. Ну вот в данном случае это выглядит действительно уже как чудо, потому что эксперименты очень сложные, очень дорогие, очень трудоемкие, и действительно требуется очень много времени, чтобы вот воплотить эксперимент, чтобы его действительно реализовать. В рамках стандартной модели масса этой частицы, она не фиксирована, это свободный параметр. Учёные довольно долго искали, искали эту частицу. Сначала её искали, думали, что она может быть легче, чем протон, потом может быть не сильно тяжелее, чем протон, потом может быть легче, чем слабые WZ-бозоны, которые найдены были в 80-х годах. Потом вот так она двигалась, двигалась, двигалась вверх, и сегодня это самая тяжёлая частица бозон. То, что это бозон, значит, учёные не сомневаются, но вот бозон ли он хиксовский, прямо как прописано в стандартной модели, это ещё требуется исследовать. Открытие, о котором уже говорят, как об одном из важнейших в истории человечества, состоялось 4 июля в Европейском центре ядерных исследований. Неуловимый бозон Хиггса найден. Бозон, который часто называют частицей Бога, искали почти 50 лет. В швейцарских горах был построен самый амбициозный проект современной международной науки – большой адронный коллайдер. Он такой большой, что соорудить его смогли только на территории нескольких стран вместе взятых. Он частью лежит в Швейцарии, частью во Франции, огромный прибор под землёй. Он сможет разгонять частицы и ударять их друг об друга, там протоны, нейтроны, другие частицы, с такими энергиями, которые были похожи на момент большого взрыва. Глубоко под землёй, в 27-километровом туннеле, на громадной скорости сталкиваются частицы. Одним из осколков такого столкновения и оказался бозон. Частицы Бога бозон назвали потому, что без него невозможно объяснить, как устроена наша Вселенная. Ведь космос наполнен неким полем, которое при пересечении его частицами сообщает им их массу. Так гласит теория британского учёного Питера Хиггса. Впервые сформулированная в 1964 году. Сегодня 83-летний Питер Хиггс – главный кандидат на Нобелевскую кремию. И тем не менее, учёные осторожны в своих выводах. Если найденная частица кажется небозоном, развалятся все современные представления о материи. Существование бозона ставит точку в описании стандартной модели Вселенной. Однако не даёт ответа на главные вопросы. Так сама стандартная модель не учитывает гравитацию, тёмную энергию и тёмную материю, которые составляют по нынешним представлениям большую часть Вселенной. Так что большой адронный коллайдер без работы точно не останется. Ну вот вам, как кажется, это открытие, оно достойно Нобелевской премии? И вообще сам Хиггс успеет до неё дожить? Дадут ему? Нет, я думаю, что дадут. Дадут именно теоретикам за вот этот вот механизм. Точнее так, за частицу, давайте скажем. За механизм – это отдельная история. С точки зрения эксперимента, я не знаю. Часто бывает, что дают Нобелевские премии и за экспериментальную реализацию, за ту установку, за ту постановку эксперимента, которая позволила подтвердить теоретическое исследование. В данном случае очень много людей работало, и вот как тут с экспериментом, я сказать не могу. Но затеверить, безусловно, дадут. Но если вдруг окажется, что это не частица Хиггса, что это не бозон Хиггса, мы-то узнаем об этом или нет? Нам дадут об этом узнать? Вы же сами говорите, что это перевернет наше представление о жизни. Нет, нет, это все открытые исследования, конечно. Это достояние всего человечества. Поэтому тут, безусловно, все будет рассказано, показано, объяснено. Могут быть последствия катастрофические, если так вот представить? Какие последствия катастрофические? Ну, вдруг это что-то новое, вообще другая, что нет стандартной модели. Ну, замечательно, очень хорошо. Не там, совершенно ее опровергнут. Выкидывайте все свои ученые труды, отменяйте физику в школе. Нет, нет, нет. Ну, так история физики показывает, что так ничего не развивалось. Ведь Эйнштейновская теория не закрывает Ньютоновскую теорию, не выкидывает ее на помоеку. Она просто обобщает, она позволяет пройти в те области скоростей, предположим, которые раньше были недоступны, или в те области массы, на те расстояния, которые раньше были недоступны. Всем нам известный закон Кулона, как положительный и отрицательный заряд друг с другом притягивается. Он вообще-то экспериментальный, значит, был измерен. Он измерен на каких-то расстояниях, на определенном интервале расстояний. Есть очень маленькие расстояния, очень маленькие, на которых он не был измерен экспериментально, но очень большие, на которых он не был измерен экспериментально. И может так случиться, что если вы там поставите эксперимент, вдруг окажется, что он там не выполняется, а там выполняется что-то другое. Пока мы туда не залезли, в эту область, значит, первая гипотеза состоит в том, что вот мы видим широкий интервал, в котором она выполняется, наверное, там это выполняется тоже. Так вот же и с Хиггсовской частицей. Если мы видим частицу, которая владает определенными свойствами, с хорошей степенью точности, она похожа на то, что мы ожидали, то в первом приближении мы говорим, что это такая частица. Дальше мы пытаемся улучшить представления о том, насколько частица взаимодействует с нашими частицами, с теми, которые мы до этого знали, так, как сказано в теории, и пытаемся улучшить эти точности, посмотреть, насколько эти предсказания сходятся. Но уж насколько мы сможем здесь продвинуться, настолько продвинемся. Мы будем ждать, по крайней мере, результатов из ЦЕРНа. К концу этого года должны быть результаты, конечно. Спасибо, Дмитрий, за интересную беседу. Пожалуйста, спасибо за ваш интерес. Напомню, что у нас в гостях был Дмитрий Горбунов, кандидат в физико-математических наук, сотрудник отдела теоретической физики Института ядерных исследований Иран, лауреат премии президента России за 2010 год в области физики частиц и фундаментальных проблем эволюции Вселенной. Вы смотрели программу «Русский космос». Всего самого доброго! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok